Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Вы начинаете свой новый учебный год в старшей школе. Теперь вы ученики старшей школы. И наш первый урок развития личности посвящен вам, ученикам. И тема нашего урока – ученик вчера, сегодня, завтра. Сегодня на уроке мы с вами вместе будем отвечать на вопросы. Какие ваши планы на будущее? Какими были пятиклассники раньше? А как они будут учиться в будущем? И бывают ли идеальные ученики? Я надеюсь, что цвет вашего настроения солнечный, и вы заряжены положительными эмоциями и рады присутствовать на уроке. А знаешь ли ты, что 31 500 пятиклассников в Молдове вместе с тобой могут участвовать в уроке? Именно столько пятиклассников учатся в нашей стране. У тебя начался учебный год в пятом классе. Какие же науки ты будешь изучать в пятом классе? Многие из них ты изучал в начальной школе. Конечно же, математика. Многие науки ты уже знаешь, такие как родной язык, иностранные языки. Появится история и гражданское воспитание. Каждый из вас мечтает о путешествиях, и на уроке географии вам будет очень и очень интересно. Такие сложные науки, как физика и астрономия, не оставят вас равнодушными. Вы узнаете много об окружающем нас мире. Ну и, конечно же, ваши любимые предметы. Изобразительное искусство, музыкальное воспитание, физическая культура. В пятом классе они обязательно будут, и вы обязательно с радостью будете ходить на эти уроки. У вас появится биология. Предмет, на котором вы изучите все разнообразие живых организмов. Ну и еще один предмет. Чуть попозже появится такой предмет, как химия. Очень интересный, увлекательный, который очень любят ребята. Вы видите, что я химии и биологии уделила по отдельному слайду. Дело в том, что я учитель химии и биологии. И эти предметы очень люблю. Я надеюсь, что и вам они понравятся, и вы будете изучать их с большим интересом. Какие же ученики были раньше? Они были такие же веселые, беззаботные, как и вы сейчас. Даже несмотря на то, что у них были очень суровые родители. И школьные принадлежности, ну, никак не были похожи на ваши замечательные ранцы с карандашами, фломастерами и всякими другими интересными штучками. А какие же раньше были девчонки? Да такие же, как и сейчас. Веселые, беззаботные, симпатичные и всегда готовые прийти на помощь. Были и домашние питомцы. Ну, конечно, они отличались от тех, которые есть у вас сейчас. Ученик в будущем. Сложно ответить на вопрос, как он будет выглядеть. Возможно, он будет похож на героев известных фильмов. Ну, примерно так. А может быть, на инопланетян, так как мы их себе представляем. А может быть, это будут самые разные роботы. Ответить на этот вопрос не может никто. Поэтому мы говорим о современном ученике. Современные ученики очень и очень разные. Я сейчас перечислю много качеств современных учеников, а вы в конце урока решите, какие из этих качеств вы хотите, чтобы были у вас. Итак, современный ученик, любознательный, задумчивый, беззаботный, творческий, позитивный, умеет дружить и веселиться. Часто он серьёзный, это необходимое качество. Очень активный, мечтательный, спортивный, смелый, доброжелательный, продвинутый. И я уверена, что любая техника вам по плечу. С любой техникой вы легко найдёте общий язык. Конечно же, трудолюбивый. Без этого никак. Современный ученик хочет всё знать. Но часто вы устаете, иногда огорчаетесь, и тогда вы громко зовёте на помощь. Это, конечно, вы такие разные. Но каждый из вас должен знать некоторые секреты, которые помогут вам лучше учиться. Итак, секретик первый. Заведи органайзер для учёбы. Записывай домашку, даты контрольных работ, составляй расписание внешкольных занятий. А на полях можно рисовать котиков, роботов или что-нибудь ещё. Секретик второй. Попробуй увлечься предметом, который даётся тебе с трудом. Не можешь полюбить литературу? Почитай интересные факты о писателях. Например, Пушкина вызывали на дуэль 90 раз. Интересно, почему? Почитай его произведение. Я уверена, ты найдёшь ответ на вопрос. Секретик третий. Тебя не слушается математика? Не страшно. Представь, что от тебя зависит судьба человечества. Решишь эти 10 примеров, и твои вычисления помогут избежать столкновения Земли с огромным эстероидом. Хороший стимул, не правда ли? Секретик четвёртый. Пиши шпаргалки. Да-да, именно шпаргалки. Любой учитель скажет тебе, что с помощью шпор проще запомнить материал. Только не бери их на контрольные. От этого всегда одни проблемы. Секретик пятый. Если ты чего-то не понимаешь, обязательно обратись к учителю. Так ты предмет лучше поймёшь, и учитель увидит, что ты стараешься. И формула успешного ученика. Крепкий сон и правильное питание. Много движения и свежего воздуха. И вы готовы покорять мир. Я говорила вначале, что ты сможешь из перечисленных качеств решить, каким же учеником ты хочешь быть. Подумай. Но помни, идеальных учеников не бывает. Мои пожелания пятиклассникам. Солнечного настроения, позитивных эмоций, здоровья, достижения целей. И спасибо за урок. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова